Глава 4. Вторичные выгоды. Помимо боли от отрицания части себя и своих чувств, у нас ещё существует много вторичных выгод, когда мы заболеваем. Например, очень удобно заболеть от усталости или от нежелания куда-то идти или что-то делать. И поэтому мы насильно укладываем себя в постель и даём себе отдых таким образом. По-хорошему и доброму относиться к себе мы не можем. Например, взять выходной на отдых. Боимся или стесняемся отказать кому-то. И, чтобы не идти в стыд или страх, начинаем болеть. У нас есть очень логичная отмазка, почему мы куда-то не идём и что-то не делаем, скинув с себя ответственность за своё бездействие. Да, мы не хотим брать ответственность за свою жизнь. Нам нужно обвинить кого-то или обстоятельства за наши несбывшиеся ожидания, за нашу нерешительность, за нашу жертвенность. Онкология и сахарный диабет также имеют вторичные выгоды, как и простуда, и, как и все болезни, недуги возникают из-за обид и обвинений других за то, что мы не хотим сами взять ответственность за себя. Это будет продолжаться, пока мы не обратим на себя внимание. Это всё будет нас встряхивать через тело или через больные внешние обстоятельства. Мы не хотим рассматривать опыт, который мы получаем, наделяя его ошибкой. «Ой, я ошибся», даже не взглянув на то, как мы обогатились через этот выбор и сколько мы получили от этого опыта. И тут тоже онкология и диабет сигналит, что мы виним себя за ошибки. Во многих сигналах тело есть эта причина. И эти болезни не исключение. Когда пропускаем этот опыт мимо, даже не взглянув и не осознав, он постучится к нам ещё раз. Мы будем создавать его до тех пор, пока, здравствуй, грабли, нас не ударят по лбу так сильно, что боль будет настолько невыносимой, что будет трудно её не заметить. Плюс ещё одна причина. Мы находимся в постоянном напряжении и приходится выбирать между желанием, импульсом и тем, что нам надо делать. Между хочу и надо. Вот я точно этого не хочу, но надо. Такие правила. Я обещал. Я ответственен. У меня обязательства. А вот то, что я хочу, мне нельзя. Это неприлично. Не по правилам. А что подумают люди? В обоих случаях мы идём наперекор себе и наступаем на собственное горло, ставя себя в последнее место. И проявление в жизни каких-то ситуаций с конфликтами говорит о том, что у нас внутренний конфликт с собой, между своими желаниями и обязательствами. А так как наше мышление творит это жизненное кино, то мы себе это и показываем. Мы или боремся с обстоятельствами, или перестаём на это обращать внимание, отмахиваясь и говоря себе, «Ну ладно, меня это точно не касается». Но тот опыт, что мы хотели себе показать, будет преследовать нас вновь и вновь, пока мы его не осознаем. Когда мы отмахнулись от этого опыта и подавили в себе это чувство, не хотим признавать и разбирать проблемы, то это чувство всё равно будет проявляться наружу уже в виде телесного сигнала. У нас или у наших близких. То есть всё, от чего мы пытались отстраниться, уже начинает проявляться болью и болезнями в теле. Так что не получится нам это подавить. Оно будет лезть наружу, чтобы мы заметили и разобрались с этим. Как бы мне помягче вам это донести? Тело сигналит нам об остановке, о тупике, в который мы зашли. Оно разговаривает с нами самым прямым языком и чётко показывает, куда нам нужно идти, какие препятствия у нас есть к нашим бесконечным желаниям. Но мы не хотим брать ответственность за свою жизнь, оправдывая себя тем, что ничего от нас не зависит. Мы даже слушать и видеть себя не хотим. Поэтому мы идём ко врачам и отрезаем язык своему телу, подавляем сигналы лекарствами и делаем наше тело бесчувственным, чтобы не видеть, как мы буквально кричим себе о том, что пора обратить на себя внимание. Болезни в наше время не лечат, а заглушают. Болезнь — это хорошо, это самый здоровый и понятный способ слышать себя. Это здоровая функция организма, призванная разговаривать с нами и сигналить об убивающих нас мыслях. Приведу ещё пример из практики. Недавно я работала с одной женщиной, у её сына ДЦП. У него нарушена речь, и он малоподвижен. Когда сын родился, начались проблемы с мужем. Они в итоге развелись. Её бывший муж уже много лет женат на другой женщине, но каждую неделю он проводит с сыном, помогает деньгами. Его жена терпеливо принимает это многие годы. Разбирая выгоды, мы увидели вот что. Мама этого сына не любит, возможно, даже ненавидит бывшего мужа и его жену. Оно и очевидно. Всю жизнь живёт в обидах на них и на судьбу. И болезнь сына — это способ манипуляции бывшим мужем, чтобы удерживать его возле себя и мстить его жене, которая терпит его походы в другую семью и что часть денег уходит в другую семью. А также работать этот человек не любит. Деньги брать просто так не может. Это стыдно, и болезнь сына — оправдание, почему её содержит бывший муж. Так деньги брать якобы на сына можно. Очень хорошее оправдание — ничего не делать. А ДЦП как раз и говорит о том, что внутренний ребёнок этой женщины, её энергия развиваться, с интересом и любознательностью познавать этот мир, безмолвны и неподвижны. Нет желания что-либо делать. В данной ситуации есть решение. Начать жить, говорить себе о своих желаниях, двигаться и дело творческое себе найти, заняться собой, взглянуть по-новому на ситуацию, отпустить мужа и простить всем всё, так как никто и не был никогда виноват. И свой страх одиночества, из-за которого мы не отпускаем людей, направить на новые знакомства. Перестать прикрывать свой стыд и бездействие ребёнком. Я уверена, что через короткое время, поменяв свои привычки, мама и ребёнок будут в полном порядке. Жду от них хороших новостей. Резюме. Все болезни имеют вторичные выгоды. А раз нам выгодно болеть, мы должны честно себя спросить, а от чего я прикрываюсь болезнью? От невинной простуды до тяжёлого заболевания. Если в нас живёт вина и обида, значит, мы будем болеть, пока не осознаем, что ни на ком вины нет. И обижаться на это бессмысленно. Необходимо любую обиду и вину рассмотреть, какую часть мы отрицаем и подавляем в себе, не давая этому быть с какой-то пользой. Нужно взять ответственность за свои выборы и понять, что причина нашей боли в нас самих и лежит в зоне нашей ответственности. Осознать, что причины болезней в стрессе вызываемым метанием между «хочу» и «надо». Мы забыли, как жить по собственным желаниям, живя по чужим. Если мы занимаемся исключительно собой, тогда нам не будет хватать времени лезть в чужую жизнь, и тем более на месте. Продолжение следует...